На небо за звездочкой посылает Лолита своего очередного экс-супруга Дмитрия Иванова. Ходят слухи, что знаменитость подала иск в суд о признании брака с фитнес-тренером недействительным. Большинство коллег и друзей певицы считают ее душевным, добрым и ранимым человеком. Но несмотря на эти качества, Лолита отличается чувством повышенной справедливости и поэтому не стесняется наносить ответные удары тем, кто это действительно заслуживает. А пока идут судебные тяжбы, звезда продолжает срывать бенефисы и записывает хиты. Появление Лолиты всегда производит фурор. 18 октября вышел релиз ее новой песни «Папа», автором которой является Ангелина Буковская, обычная девушка из Украины. Надо отдать должное звезде, ведь она ни разу не была замечена в высокомерии и делении людей на известных и неизвестных, богатых и нищих, равных и неравных ей по положению. Как и Ангелина Буковская, уже бывший супруг Лолиты Дмитрий Иванов не был известным до встречи с певицей, ровно как не был богат и не имел никакой возможности раскрывать рот на ведущих телеканалах страны, вещая миру о своих доблестях и пороках бывших спутниц по жизни. Теперь у него появилась такая возможность. Иванов с удовольствием рассказывает журналистам о том, как невыносимо ему жилось с теперь уже бывшей звездной супругой, о ее взрывном характере и о склонности к алкоголизму. А журналисты, в свою очередь, с удовольствием публикуют жалобы мнимого потерпевшего. Ну что же, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Как успевает знаменитая алкоголичка давать один концерт за другим, стройнеть и преображаться, поддерживать молодые таланты, радовать поклонников новыми творческими работами? Тут еще вопрос. В известной детской сказке «Хроники Нарни» есть такая фраза. То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, какой ты сам. Тому, кто видит певицу глазами Дмитрия Иванова, можем скинуться на очки с большими идиотлями. А мы сегодня постараемся посмотреть на мир чувствами женщины, имя которой Лолита, и влюбиться в которую легко, даже и не являясь поклонником ее творчества. И все-таки советуем послушать песни Раневская и Папа, ведь эти композиции не могут не вызвать ответных эмоций. Наш разговор посвящается Лолите и ее новой жизни. О том, какие провалы случались с певицей во время выступлений, что подарил звезде Коля, но не Басков, и другие откровения певицы без комплексов вы узнаете, если досмотрите это видео до конца. Лолита – артистка трагикомического жанра, а значит, самого жизненного. Чередование трагического и смешного в жизни практически любого человека случается чаще, чем день сменяет ночь. Ее образ многие воспринимают как какой-то поверхностный. Меняет мужей, как перчатки, выходит на сцену в нелепой одежде, часто выносит свои личные проблемы на всеобщее обозрение. Это мнение может кардинально измениться после просмотров нескольких интервью с артисткой. Мы не будем лицемерить и выбеливать нашу героиню. Тем более, она сама о себе режет правду матку на многих эфирах. Поэтому, как на духу, когда Лолита влюбляется в мужчину, выходит замуж и живет с ним, он самый хороший, самый лучший и самый честный. После развода этот мужчина автоматически переходит в категорию «Редкостный порнокопытный экземпляр». Она не играет в жертву, она носит ответный удар. О разладе в отношениях Лолиты с Дмитрием Ивановым страна узнала еще этой весной. Сначала фитнес-тренер заявлял, что они с женой не слышали друг друга и, чтобы не скандалить каждый день, решили расстаться по обоюдному желанию. А потом зачем-то выступил с заявлением, что его бывшая звездная супруга страдала от алкоголизма и этот факт переполнил чашу его терпения. В начале октября Иванов действительно инициировал развод и перестал скрывать свои отношения с некой Ольгой Кулиевой. С того момента, когда в прессе благодаря Иванову стали появляться подобные новости, певица тоже молчать не стала. Оказалось, что бывший теннисист 9 лет жил за счет знаменитой жены, да еще успевал крутить романы на стороне. Но настал черед Лолита отправлять неблагодарного мужчину в юридический нокаут. Певица обратилась за помощью к известному адвокату Сергею Жорину и будет направлять в суд ответный иск о признании своего пятого брака фиктивным, ведь намерения Дмитрия Иванова при вступлении в брак изначально не соответствовали семейному кодексу. Остроились на выгоде и обмане, тем более вскрылся факт Азюльтера. Как долго будут длиться судебные тяжбы, неизвестно. Чтобы оправдать свою измену и несостоятельность, пятый экс-супруг артистки решил воспользоваться ее прошлым, ведь когда-то в жизни Лолиты действительно имела место алкогольное, а потом уже наркотическая зависимость. Но разве Милявская скрывала это пятно из своей биографии? Напротив, она теперь всех предупреждает, как легко можно подсесть на кокаин, особенно человеку физически очень уставшему. Хорошо, что на тот момент Лолита была уже далеко не в юном возрасте и смогла сказать себе «стоп». Но с тех пор утверждает, что легких наркотиков не бывает, а все разговоры об этом – чистой воды манипуляции заинтересованных в прибыли на чужой беде людях. И надо отдать должное смелости певице, ведь сделать публичное признание своей слабости пока не решался никто из русской эстрады, а она не побоялась заявить об этом и в красках описать все последствия употребления опасного вещества. А вот хороших слов в адрес Дмитрия Иванова, который воспользовался этой историей, мы не находим. Но не тут-то было, дружочек, ведь Лолита не дала ни единого повода, чтобы поклонники засомневались в ее абсолютной трезвости. Надо отметить, что после развода звезда стала выглядеть более здоровой, молодой и красивой. Кстати, она не любит слово «звезда», но мы себе все-таки позволим иногда применять это слово в адрес Лолиты Милявской. Злопыхатели, хотя непонятно, чем могла насолить артистка абсолютно незаинтересованным людям, также любят представлять ее в самом невыгодном свете. И не ленится рисовать шаржи на знаменитость, а потом делать рассылку таких гаденьких мемов по социальным сетям. Ей до сих пор вспоминают историю с прозрачным комбинезоном на фестивале «Жара». Но Лолита не была бы Лолитой, если бы даже такие истории не оборачивала в свою пользу. Свое громкое выступление звезда считает не позорным, а немного курьезным. Знаменитый комбинезон она приобрела в одном из «Дьюти-фри». Теперь они резко подорожали в цене и пользуются невероятным спросом в катарском аэропорту. А фестиваль «Жара» здорово поднял свои рейтинги благодаря выступлению Лолиты в экстравагантном наряде. Но все же пара фиаско однажды таки случались с нашей героиней во время выступлений. Первый случай произошел в Киеве. Номер Лолиты следовал сразу за выступлением мировой знаменитости «Мира и Матье». Звезда из Франции сорвала овации, а после того, как спела Лолита, зал практически молчал. Подобный случай повторился на одном из сборных концертов в Мурманске. Только в этот раз Лолита пела после Валентины Толкуновой, но не произвела на зрителя такого же сильного впечатления. Именно эти два выхода в своей жизни Лолита считает самыми громкими провалами, которые случались с ней за более чем 30 лет сценической карьеры. Тогда она сказала себе «смотри как надо» и сделала все как надо. Остается в тренде, но не изменяет себе. В тренде находится и аккаунт Лолиты в Инстаграм. Практически каждый день ее лента пополняется свежими постами. И именно с Инстаграм-страницы Лолиты мы узнали, кто такой Коля, но не Басков. И что же он подарил певице, когда пришел к ней в гости. Интересно, но давайте лучше поговорим о раннем творчестве Антона Павловича Чехова. Хорошо, шутки в сторону. Раскрываем завесу тайны. Коля – это холостой друг Лолиты, с которым она познакомилась в интернете три года назад. Однажды Коля дал ей попробовать то, что он делает очень хорошо, и от чего наша любимая певица поправилась на несколько килограммов. Да просто Коля – отличный повар и подарил Лолите кухонную машину. Теперь Лолита будет делать пасту, как в ресторане. А вы что подумали? Что уж говорить, Лолита Милявская умеет шутить и не боится иронично относиться к своему возрасту. Она не скрывает свои пластические операции и никогда не скрывала свой возраст. Ее выражение «возраст надо принимать каждый год по одной капле» уже стало знаменитым среди многих женщин. Секрет ее красоты она находит в своей творческой профессии и признает, что если бы она занималась чем-то другим, то ей было бы сложнее принимать возраст. Многие успешные женщины говорят, что выглядеть хорошо можно и в 70, и в 80 лет. Главное – правильно ухаживать за собой. И только Лолита совершенно открыто признается, что сложно оставаться молодой, когда живешь в коммуналке со странными соседями, и не можешь себе позволить не то, что подтяжку лица у хорошего пластического хирурга, но и качественный крем. Мы считаем, что только человек, который умеет ощущать, что чувствуют другие люди, мог бы сделать такое признание. И ничто человеческое Лолите не чуждо. Наверное, поэтому она так искренне заявляет и о своих жизненных перипетиях. Развод – это достаточно серьезное испытание для любой женщины, но иногда даже такие события только идут на пользу. Новая песня Лолиты «Папа» содержит строки. «Мама, выбрасывая старые вещи, мне хватит в жизни, хватит трещин». Для тех, кто следит за творчеством и жизнью певицы, не секрет, насколько актуален для нее этот текст, и не только из-за расставания с мужчиной, который не стоит того, чтобы о нем так много говорили. Но из уважения к нашей героине мы все же пожелаем Иванову мудрости, чтобы не выливать грязную воду на женщину, которая когда-то остановила на нем свой выбор. О замечательной Лолите мы желаем оставаться в ресурсе на долгие-долгие годы и продолжать радовать нас своим творчеством. Дорогие подписчики, мы очень надеемся, что вам понравилось наше новое видео. Если это так, не поленитесь, пожалуйста, поставить пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый сюжет от нашего канала. Искренне ваш проект 2020.